Книга «Открытым оком». Тема «Богослужение». Третий том. Вопрос 912. Блаженная Феодора получила спасение только под обродетелем Василия Нового. «Как можно так служить святому? И тоже заслужить такую же милость на суде Божьем?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «О том, что помогать верующим и неверующим – это не одно и то же», – говорит вся Библия. Матфея 10, 42. «И кто напоит одного из малых сих только чашей у холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Четвертое царство, четвертая глава, с 8 по 17 стих. «В один день пришел Елисей в сунам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». «В один день он пришел туда и зашел в горницу, и лег там, и сказал Геезию, слуге своему, «Позови эту санамитянку». И позвал ее, и она стала перед ним, и сказала ему, «Скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?» И она сказала, «Нет, среди своего народа я живу». И сказал он, «Что же сделать ей?» И сказал Геезий, «Да вот, сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он, «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он, «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». И сказала она, «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременна и родила сына на другой год. В то самое время, как сказал ей Елисей. Евангелие от Луки, 8 глава, 3 стих. «И Иоанна, жены Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему именем своим». В третьем томне творений святого Иоанна Златоуста, из его писем к Деканисе Олимпиаде узнаем, какую пользу она оказывала святителю своей заботой, и какая ждет ее за это награда. Я не согласен с выражением по добродетелям Василия Нового. Каждый получит по своему труду, а не по чужим добродетелям. Это совершенно не евангельские выражения. Тот, кто писал это житие, похоже, мало знал Евангелие. Галатам, 6, 5. «Ибо каждый понесет свое бремя». Подобные выражения послужили фундаментом католическому учению о сверхдолжных заслугах и были фундаментом для продажи индульгенции. Это исключительно опасное выражение в данном житье, и мы его принять не можем. Оно антиевангельское. Вы специально не ищите таких людей, иначе, очаровавшись, быстро разочаруетесь. И, как правило, такие люди, немного послужившие в доме священника, многое в нем найдут отрицательного и сделаются поносительнее его и его семьи. «Пользуйтесь тем, что есть под рукой. Наведите порядок в своей семье. Сумейте увидеть Христа в тех, кто рядом с вами. А то получится, как в рассказе о посещении Христа. Все ждала Христа в венце и всех от себя отгоняла, и осталась без Христа». Продолжение следует...